Муза масломастихин Муза масломастихин Муза масломастихин Муза масломастихин Именитые гости, пришедшие на выставку, отметили разнообразие и красоту работ Светланы Демидовой Ее живописные работы я здесь вижу впервые, но то, что я увидела, мне очень понравились Эти вещи очень теплые, написанные с вниманием, с любовью к модели Одним словом, выставка удалась. Ведь главное для художника, чтобы его творчество нашло отклик у зрителей. А это получилось на все 100%. Добрый день, дорогие друзья. Совсем скоро мы будем отмечать праздник Победы. День Победы – великий праздник, праздник радости и скорби. Никто не забыт и ничто не забыто. И это правда. Вот уже 77-й раз в небо взмоют искры счастья. Праздничный салют. И если вы хотите увидеть главное событие этого вечера – фейерверк с лучшей обзорной точки города, насладиться бодрящим воздухом уходящего дня, снять фото на фоне заката – значит вам в панораму. И даже плохая погода не сумеет испортить праздничное настроение. Ведь на непогоду есть ресторан-панорама, где можно замечательно провести вечер, где гармонично сочетается интерьер с прекрасным обслуживанием и высоким искусством кулинарии. Ну а если вдруг напала хандра, тогда вам точно на концерты в панораму. Хандра, как известно, боится ярких эмоций и острых ощущений. А этого спал на наших концертах. И я напоминаю, киноконцертный зал «Панорама» уже открыл продажу абонементов нового концертного сезона. И традиционный абонемент называется «Музыкотерапия». Главным и первым концертом этой программы будет встреча с уже полюбившимся тверским зрителем, вокально-хореографическим казачьим ансамблем «Батька Атаман». Те, кто побывал на выступлениях этого ансамбля, знают, коллектив каждый раз показывает яркие запоминающиеся шоу. И не перестаешь удивляться тому, насколько много и какие разнообразные программы у этого коллектива. Артисты поют, танцуют и демонстрируют виртуозное владение мастерством фланкировки. Для тех, кто не знает, именно так называются трюки с казачьей шашкой. Главная идея при создании коллектива выражалась в том, чтобы каждый участник ансамбля был его солистом. Руководителю коллектива удалось собрать самых ярких и талантливых солистов-вокалистов с неповторимым тембром голоса, обладающих уникальной харизмой, людей, беззаветно преданных любимому делу. В этом и есть уникальная особенность ансамбля «Батька Атаман». Таким образом, во время концерта зритель может насладиться не только слаженным хоровым пением, но и услышать неповторимый тембр голоса индивидуально каждого из участников ансамбля. Марина, Марина, а чего ж ты тужишь? Мусить ты, Марина, казаченьку любишь? Марина, Марина, а чего ж ты тужишь? Мусить казаченьку любишь? За годы существования коллектив не один раз занимал призовые места на различных престижных конкурсах. В репертуаре ансамбля «Белорусские, русские, украинские, народные и казачьи песни». Православные, духовные песнопения. «Батька Атаман» выступает не только в Белоруссии. Этому коллективу рукоплескали во многих престижных залах Белоруссии, ближнего и дальнего зарубежья. По мнению белорусских казаков, «Народная песня» является наиболее объективным источником информации о жизни людей в разные периоды истории, отражая отчаяние простых людей, общественные процессы и отношение народа к этим процессам. «Баруся, раз, два, три, калы на чарня, Вая девчина в саду ягоду в ровно». А я приглашаю вас праздничные дни отметить вместе с нами в нашем комплексе «Панорама». И как когда-то сказал Уильям Шекспир, музыка глушит печаль. Я совершенно с этим согласна. До новых встреч. Будьте здоровы и счастливы. В праздничные дни в киноконцертном зале «Панорама» можно будет посмотреть фильмы. Бука – мое любимое чудище. Скандал в царском семействе. Своенравная принцесса Варвара сбежала из дворца и отправилась через лес на поиски прекрасного принца. Однако вместо заветной встречи с возлюбленным ее берет в плен Бука – самый опасный разбойник королевства. Но очень быстро становится понятно, что бойкая принцесса готова превратить жизнь Буки в кошмар, лишь бы дойти до своей цели. Так неугомонная Варвара принимается наводить в лесу свои порядки. 1941. Крылья над Берлином. История о подвиге летчиков первого минно-торпедного авиационного полка ВВС Балтийского флота во главе с полковником Преображенским. У них была сложнейшая боевая задача – нанести первые бомбовые удары по Берлину, столице фашистской Германии. Освобождение. Последний штурм. Билеты на фильм можно будет приобрести по пушкинской карте. Фильм «Пятый. Последний штурм». Последние дни войны. Штурм Рейхстага. Сражение за каждый метр, за каждый этаж. И, наконец, воодружение знамени победы над Рейхстагом. Раздались первые залпы победы. Главные герои фильма встречаются у входа в Рейхстаг. Проклятие плачущий, безвременье. Главные герои ужастика случайно попадают в район на границе между Мексикой и США. Именно там каждые 20 лет в один и тот же день пропадают люди. По легенде, в этом виноваты древние боги майя, которые ищут себе новых жертв среди живых. Спускаясь время от времени на землю. Молодые люди, отправившись в путешествие, даже не подозревают, что их ждет самая настоящая охота, где они могут стать добычей монстров из других миров. Редактор субтитров А.Семкин